манную крупу смешаем с кефиром и оставим на полчаса или минут на 40 а можно даже и на час для набухания чтобы манка у нас взял на боку хорошо другую миску разобьем два яйца смешаем со стаканом сахара все это надо взбить сюда же добавим разрыхлитель теста 10 грамм все перемешаем постепенно будем вводить муку просеянную манку добавим две столовые ложки масла без запаха или можно сливочная но даже 3 размешаем хорошо набухла и эту манку уже добавляем наши взбитые яйца остается только все перемешать венчиком перемешиваем это все миксером нежелательно потому что помним все белки и желтки которые мы взбивали постепенно доводим муку сюда частями предварительно замоченный изюм я добавлю немножко муки это делается для того чтобы изюм у нас не оседал в тесте добавляю в тесто все перемешаю все тесто наше готово духовку у нас разогрета осталось переложить тесто форму форму смажу немножко маслом но и стеночки немножко присыплю мукой и вот в такую форму я уже переложу наше тесто и вот так и вот так и вот так все отправляем печься наш пирог примерно на 40 минут такой у нас пирожок получился по стечении 40 минут сейчас мы его проверим но зубочистка сухая испекся сделаем несколько наколов и чтоб он у нас был помягче мы сейчас зальем аккуратненько горячим молочком чтобы он впитался пропитался весь и минут на 15 ставим опять в духовку вот такой наш красавец пирог сейчас мы его вытащим из формы и разрежем посмотрим как он выглядит внутри режем пирог вот такой красивый пирог у нас получился приглашаю всех к чаю и и и и и и и